Рязанская земля Рязанская земля Рязанская земля Рязанская земля Рязанская земля Это было вотчиной бояр Годуновых, кстати, родственников того самого Бориса Годунова. Про те далекие времена сегодня известно очень мало. Но уже с 17 века, когда хозяевами этих земель становятся представители рода долгоруких письменных свидетельств, о селе становится все больше и больше. Например, известно, что в эпоху смутного времени около Песочной проходили военные действия. А во время Отечественной войны 1812 года здесь были организованы сборные пункты и создавались ополчения. При долгоруких Песочная стала довольно значительным селом. Однако сами владельцы вряд ли часто его посещали. Многим российским помещикам был свойственен так называемый абсентеизм. Это означало, что на протяжении многих десятилетий, иногда и целой жизни, они не появлялись в своих вотчинах. Хозяйство же велось с помощью наемных, управляющих из числа иностранцев или бурмистров из числа крепостных крестьян. Именно так и обстояло дело в тот период, когда село Песочная принадлежало князьям-долгоруким. Усадебный дом, который до сих пор, несмотря на весьма плачевное состояние, является украшением Песочная, по всей видимости, был построен именно при долгоруких. Однако знаменитое усадебное хозяйство сформировалось при новом владельце, которым в 1835 году стал Александр Кошелев. Будучи русским дворянином, он получил домашнее образование, прослушал курс лекций в Московском университете и начал службу в коллегии иностранных дел в Санкт-Петербурге. Был знаком с Пушкиным в каком плане? Вот, великий поэт, а здесь вот молодые люди, которые с ним видели, когда разговаривали, вот он, живой Пушкин видели. Любил соседскую красавицу Смирнову Рассет, кто сыграл не очень хорошую роль в доеле Пушкина последней. Даже мечтал, чтобы стать его мужем, но не получилось, принес удар. Плюс еще ряд целых факторов, кто уж не был обсуждать. И в итоге он даже сел в посольство в Лондоне, в Касиме, чиновники, но род был древний. Не то, что бедный, но быть чиновником в посольстве Лондона требовал больших средств. Их не было, отец умер, дела расстроены, хозяйственно-семейные. Он вышел в отставку и решил, этот статус из письма матери, у него есть мать великолепные отношения, отец умер, насера, ну, в общем, она его воспитывала. Суть следующая. Он не просто вышел в отставку, как многие доживать в поместьях, хотя могли доживать начиная с 20 лет, а он хотел стать лучшим, первым, в этом смысле, сельским хозяином России. То есть это так, чтобы его поместье просто приносило доход, чтобы оно цвело. И вот совершенно случайно Александр Кошелев встречается в Москве с Василием Долгоруким, на тот момент владельцем песочинской усадьбы, который и предлагает Александру Ивановичу купить, по сути, убыточное хозяйство. Кошелев был очень мобильным человеком. Он в начале мая выехал сюда, посмотрел, ему очень понравилось это место, и песочню впоследствии в каких-то своих письмах, работах он называл сам русским местом и сердцем России. Он не мог не влюбиться в это красивейшее село, и несмотря на то, что зимы вроде бы проводил в Москве, но ежемесячно впоследствии приезжал сюда и занимался хозяйственной деятельностью. Отставной чиновник становится владельцем 9 тысяч десятин земли и 3 тысяч десятин строевого леса. В том виде, в каком оно досталось, Кошелеву имение представляло собой удручающее зрелище. Усадебный дом, да и все песочинское хозяйство находилось в крайне запущенном состоянии. Александр Иванович переезжает в песочню и, будучи человеком амбициозным, решает вести хозяйство по-новому, перенимая передовой опыт Западной Европы. В России тех времен подобных энтузиастов было немало, но, как правило, большинство из них разорялись. Кошелев же стал исключением. Уже за первый год доход от поместья составил около тысячи рублей серебром, тогда как купил он его за 187 тысяч. А за 10 лет Александр Иванович стал миллионером. Но справедливости ради стоит отметить, что разбогател помещик не за счет эффективного ведения сельского хозяйства, а за счет винных откупов. Винные откупа – это система взимания косвенного налога, при которой право торговли вином отдается на откуп частным предпринимателям. Откупщики платят государству заранее оговоренную денежную сумму и получают прибыль за счет потребителя. Винные откупа применялись как общая система питейных сборов, либо наряду с аксцизом и монополией. В России известны с 16 века. Особое развитие получили в веке 18. Массовое введение винных откупов последовало за указом 1765 года, предоставившим дворянству монополия на производство вина. Однако именно за счет доходов от винных откупов Кошелев сделал из песочни витрину – образец помещичьего хозяйства. Он скупил земли, окружающие песочню, увеличив свои владения более чем в три раза, и построил на них несколько весьма доходных предприятий. Среди них кирпичные, сыродельные, крахмалопаточные и сахарные заводы, мастерские по ремонту сельскохозяйственного инвентаря, кожевиный цех, две мельницы. Вот здесь раньше находились оранжереи, в которых выращивались экзотические фрукты. Ну и, конечно же, Александр Кошелев активно развивал сельское хозяйство, пользуясь теми знаниями, которые он получал в ходе многочисленных поездок по Западной Европе. Впервые он в Западную Европу попал в 1931 году, а затем регулярно выезжал на всемирные выставки в Лондон и Париж. И там знакомился с передовыми технологиями сельского производства, что ли, да, закупал машины там, потом перевозил их на кораблях, суднах до Архангельска, и на подводах их разобрав, привозил в песочню. Интересно, что подвод туда пустыни шли, везли пеньку. Человек такой был действительно, да, рачительный хозяин. И всё это он внедрял в своё хозяйство. Поэтому, так, ну, начиная, может быть, с 50-х годов, с конца 40-х годов, песочинское имение – это было постоянным местом проведения различного рода, назовем так, семинаров, да. То есть я считаю, что это не одно из лучших, а было лучшее помещи хозяйство средней полосы России. В песочне впервые в России Кошелев применил купленные в Лондоне жадку Маккормика и плуг Смаля, сейлку и пропашник Гаррета, конные грабли Смита и молотилку Голмеса. Пропагандируя рядовой зарубежный опыт, Кошелев не пренебрегал и отечественными исповедениями. Так, увидев на испытаниях, что жадка Маккормика во многом поступает аналогичному отечественному агрегату русского мастера Петровского, он выделил последнему значительную сумму денег, купил ему мастерскую, живо интересовался ходом работы и даже сам участвовал в усовершенствовании машины. Александр Кошелев добился невероятных успехов в сельском хозяйстве, но в историю он вошел не только как просвещенный помещик-предприниматель, но и как общественный деятель, публицист, человек передовой мысли, который понимал необходимость перемен. Именно в песочне Кошелев окончательно убедился в необходимости отмены крепостного права. Здесь же в 1847 году им была написана его знаменитая программная статья «Охота пущей неволи», которую опубликовали в земледельческой газете. В эпоху Николая Первого она явилась первым печатным документом, доказывавшим необходимость отмены этого позорного явления. И когда критики крепостного права говорят, что это плохо, у него было два аргумента до этого. Первый аргумент, что он нехорошо в плане морального, как собственность иметь, вот в духе Вольтерова, который говорил, что я смирюсь с крепостным правом тогда, когда он мне докажет, что они рождаются со шпорами на ногах, вторые – всё, ну понятно. Два аргумента со шпорами седли наши на спине крестьянства. Второй аргумент более прагматический – Пугачёвщина. Помните капитанскую дочку? В общем, Курс всё писал. Мужики терпят, они будут взбунтоваться, такое стоит, что вам не покажутся. А Кошелев привёл третий аргумент. В своей статье он доказал, что крепостное право прежде всего невыгодно экономически, стране в общем и дворянству в частности. Впоследствии он напишет ещё много статей, и как первый агроном России, и как общественный деятель, и как убеждённый славянофил. Славянофильство – литературно- и религиозно-философское течение русской общественной и философской мысли, оформившееся в 40-х годах XIX века, ориентированное на выявление самобытности России и её типовых отличий от Запада. Представители этого течения выступали с обоснованием особого, отличного от западноевропейского русского пути, развиваясь по которому, по их мнению, Россия способна донести православную истину до впавших в ересь и атеизм европейских народов. Славянофилы также утверждали существование особого типа культуры, возникшего на духовной почве православия. Труды его уникальны, уважаемые друзья, уникальны. Они написаны сочным, простым языком, доступным и крестьянину, и как он, представьте, просвещенный элитам, а сколько Петербурга. Я поражён. Вот это вот земство крестьянское, по крестьянам отмены крепостного права, потому что, ну, понимаете, что Кошлев вошёл главным образом в историю как автора одного из первых самых радикальных проектов отмены крепостного права. И я удивляюсь, как он не боялся, и какой гнев он навлёк на себя, в том числе со стороны Сапожковского дворянства, где работал предводителем достаточное количество времени. Со временем песочня превратилась в центр передовой мысли. Сюда съезжались из Москвы и Санкт-Петербурга друзья и соратники Кошелева. Здесь шли споры, искались решения того, как отменить крепостное право таким образом, чтобы это не нанесло урона стране, дворянству и в то же время не ущемило русский народ. Помните задача ввести капусту, волка и козла в двухместные лодочки? Вот из этой серии. Так что уже это влияло место, второй фактор, песочник, то место, где рождалась реформа. Были сонные комитеты в Губенске, где обсуждали вопросы. Кошелев входил в Рязанский комитет, но там всё было очень сложно. Он был сторонник отмены капустного права с землёй, высоко дворян был против. В общем, были интриги, целая такая история, был хороший пункт, сюжет его подставляли и так далее. В итоге, несомненно, он, такие, как он, дворяне, это было не в Шинстору, русское дворянство, они, несомненно, сдвинули. То, что не было сдвинуться, в итоге, как в основном, право, не было. Кошелев прославился и как земский деятель. Благодаря ему в лучшую сторону изменилась ситуация в здравоохранении, строились дороги, мосты, школы. С 1865 года и до конца жизни он являлся гласным с Пашковского уездного и Рязанского губернского земских собраний, а позднее и гласным Московской городской думы. Кстати, на одном из её заседаний Александр Кошелев и умер в возрасте 83 лет. Александр Иванович Кошелев, несомненно, был талантливым предпринимателем, но вот достойного преемника после себя не оставил. Вскоре после его смерти огромное песочинское хозяйство перестаёт приносить доход и фактически начинает разваливаться. Со временем песочинская усадьба перешла во владение сначала начальнику крестьянского банка, а затем государству. Впоследствии там была открыта сельскохозяйственная школа, а в 1829 году сельскохозяйственный техникум. Кто-то только не учился, скажу я вам, и не преподавал, совершенно случайно узнал о том, что одним из предателей техникум был Егин. Очень известный журналист в Центральном Черноземье. 20 лет прожил тут, преподавал не имею, а закончил и ствак МГУ. Интеллигентнейший человек. Что заставило тут жить, в длительное время, даже не знаю. В 1996 году техникум был закрыт. За 10 лет здание некогда величественной усадьбы превратилось в руины, а местные жители, доживающие свой век в постройках времён Кошелева, даже не подозревают, что когда-то на их малой родине вершилась история всей страны. В таких местах обычно испытываешь довольно противоречивые чувства. С одной стороны, невероятно грустно смотреть на эти разваленные руины, а с другой охватывает гордость за то, что именно на нашей Рязанской земле жили и творили такие великие люди, как Александр Кошелев. На этом мы заканчиваем наш рассказ. Надеемся, вам было интересно погрузиться в историю родного края. Увидимся в следующих увлекательных путешествиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова